С 25 октября Забайкальский край живет с новым губернатором, точнее, временно исполняющим его обязанности. Александр Осипов прибыл в Читу на следующий день после приема в Кремле, где он беседовал с Владимиром Путиным. Во время разговора он показал знания основных проблем нового региона, а также его основной потенциал. Попросил поддержки президента. Примерно такой же, какая оказывается нашему соседнему региону, Дальневосточному. Сразу с трапа самолета и короткого рукопожатия на холодном ветру первое совещание. О проблемах реконструкции аэропорта Кадала. Генеральный директор Виталий Кашин рассказал, инфраструктура порта физически и морально устарела. Последняя реконструкция проводилась 24 года назад. Регулярно авиакомпании отказываются выполнять рейсы по наиболее востребованным направлениям. Взлетная полоса не в состоянии принимать большие самолеты. Перрон для местных воздушных судов и вовсе не подлежит восстановлению. Устаревшая светосигнальная система не отвечает требованиям Федерального агентства воздушного транспорта. В Рио губернатор напомнил, аэропортовый комплекс Кадала включен в комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры России с федеральным финансированием в размере 2,5 миллиардов рублей. Должен быть план реализации этого проекта. По нему понятно, что необходимо было получается федеральное согласование. У нас есть разбросанная такая, не сконцентрированная ситуация. Минтранс, естественно, технически, квалифицированно уклоняется сейчас от исполнения этого обязательства. У нас получается полная неясность реализации проекта. Вот сейчас вот эту историю надо повести именно таким образом. Обращаемся и в Минтранс, и в Роскроссавиации, таким-то пунктом предусмотрен, утвержденном в первичном мероприятии, таким-то пунктом распоряжения. Средства на проектные работы для реконструкции аэропорта должны быть выделены в соответствии с распоряжением правительства страны от 3 мая 2018 года. Необходимо обратиться в центр для ускорения реализации проекта. Зал для регистрации пассажиров и зоны досмотра в Рио губернатора показали. Затор на выезде с платной парковки он увидел сам. И, похоже, картина ему не понравилась. Каким-то образом предусмотреть полосы движения. Или здесь справа, слева сделать еще подлевую полосу. Или снимать. Надо что-то другое делать. Не теряя времени даром, после аэропорта проехали к разрушенному паводкам мосту. Тема восстановления и компенсации после прихода большой воды – одна из первых, которые Александр Осипов намерен обсудить уже на Чайковского, 8. Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин. Время новостей.